В пограничном переходе в Алиамо Финляндия по сравнению с последними днями довольно безлюдно. 18 ноября страна закрыла 4 из 9 пограничных переходов с Россией. Правительство приняло такое решение, потому что в Финляндию приезжает довольно много нелегальных мигрантов. Ранее в этом году премьер-министр РФ Мишустин подписал указ о прекращении приграничного сотрудничества с Финляндией. Спустя буквально несколько дней с российской стороны хлынул поток беженцев из третьих стран. За один день 17 ноября погранслужба зафиксировала случаев в два раза больше, чем раньше фиксировала за неделю. Больше 160 попыток пересечь границу без необходимых документов. При этом у выходцев из Сомали, Ирака и Сирии имелась российская виза. Финские власти считают, что такая ситуация не могла возникнуть сама по себе, а значит ее именно организовали. В понедельник 39, а в среду 75. Вчера было довольно мирно, но сегодня снова более 100 нелегальных мигрантов прибыли в юго-восточный район Финляндии. Они обычно приезжают за убежищем. Они не русские, большинство из них. И в такую погоду они приезжают даже на велосипедах. Еще до того, как четыре пропускных пункта закрыли, в официальном Хельсинки запретили въезд через три КПП велосипедистам. Спустя несколько дней возле оставшихся шести выстроились очереди из около полусотни людей. Все на абсолютно новых велосипедах, как отмечают местные СМИ. При этом в Карелии, где люди ждут своей очереди, уже холодно ночью до минус 14. У всех этих людей есть виза на пребывание в России. Так что мы думаем, россияне о них позаботятся. В официальной Москве обвинения называют провокационными. В Хельсинки сообщают, что решить проблему с беженцами по дипломатическим каналам не удалось. А значит, правительство готово пойти на еще более жесткие меры. Закрыть и остальные пункты пропуска. У властей есть сведения о том, что некоторое время власти АРФ пропускали людей без надлежащих документов. Суммарное количество мигрантов, запросивших убежище в Финляндии, достигает 300 человек. Пока это невысокий показатель, отмечают эксперты. Однако уже можно провести параллель с кризисом на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой в 2021 году. Тогда тысячи мигрантов прорывались на территорию Евросоюза при содействии белорусских силовиков.